Так, у нас когда кончится? В наше время не стекло? Нет? Нет ещё? Ну тогда давайте. Я в продолжение нескольких предыдущих вопросов хочу задать. Вот мы говорили о старчестве, о духовничестве, о лжестарчестве, о игре в старцев. Говорили о монахах, затронули о фон. И плавно можно перейти, может быть, к теме монашества, современного монашества. Тем более, может быть, актуально в этом году, когда празднуем юбилей преподобного Сергия Радонежского, в строительстве Сергия Лавры, когда монастыри на Руси были, в хорошем смысле слова, рассадниками, добродетели, когда стекались миряне, опыту, получение опыта. И чем сегодня являются рассадниками в монастыре? В монастыре рассадниками чего? И вообще ли возможно сегодня говорить о реанимации монашеской жизни в России, хотя бы в России? И вообще, как институционально существующего этого института, существующего? Насколько он себя вообще оправдывает? И сказать, что больше от него добра и, соответственно... Это только искуситель может задать такой вопрос. Никому не скажем. Трудно уже давно было, трудно найти людей, которые бы действительно и понимали монашество, и сами были настоящими монахами. Уже давно это очень трудно. В наше время ещё труднее. Я скажу вот так. Может быть, и есть искренние истинные монахи, но это, скорее всего, среди тех, о ком никто не знает. Как только начинает разноситься слава, будьте очень осторожны. Очень осторожны. Потому что монахи и слава – вещи несовместимые. И если, когда мы видим, были такие примеры исключительные, так, преподобный там Серки, Серафим Саровский, то посмотрите, когда они становились славными. Или когда уже действительно достигали уже и по возрасту, я вам скажу, телесному, и по возрасту духовному, может, достигали. Так, а в основном после кончина только вдруг о них начинали говорить, говорить и всё. Но это вопрос такого внешнего характера. А если говорить по существу, то уже митрополит Филарет Дроздов, святитель, как он сетовал, сетовал о монастырях. Не я, не я, он, святитель Филарет. Он говорит, что посмотрите наши монастыри, больше всего о чём они сетуют, что мало паломников, мало приношений, вы слышите, и так далее. Он очень сильно пишет. А если вы возьмёте ещё его современника, кстати, вместе митрополит Филарет и епископ Игнатий в 67-м году скончались, он что пишет о монастырях? Что монастыри из мест, из пристани спасения превращаются в места кораблекрушений. Потому что тот монастырь, в котором нет возможности ведь заниматься духовной жизнью – это не монастырь. А сейчас очень большое внимание, о чём, кстати, говорил патриарх святейший Кирилл говорил, что когда же пора уже нам переходить от строительства к жизни? После советское время действительно всё внимание было направлено, что из руин воссоздать хотя бы вот этот внешний в сторону, в возможность жизни монастырей. Но при этом опять опасность, о чём пишет святитель Игнатий, он говорит, вот здесь указывает одно место, есть недалеко два хороших женских монастыря. Они очень благоустроены, очень благоустроены, но в них совсем отсутствует духовная жизнь. в монастырях, что вот внешнее благолепие, дисциплина, оооо! Я был в одном женском монастыре, меня, значит, сажают за обед со всеми сёстрами, и игумные говорят, Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, чтоб слушались, чтоб слушались, о послушании скажите, о послушании! Послушание – это какое? Дисциплина! Ну, в армии, в тюрьме, в любой фирме, в любом производстве, на фабрике, в школе! Это не послушание, это дисциплина! Аскетическое понятие послушания носит совсем же другой смысл! А ещё придумали сейчас в женских монастырях, что убийственную вещь, убийственную просто! И игумене требует от сестёр откровений и помыслов! Так, а что тебе Мария говорила? Мария? Нет, матушка, ничего! Ах, ничего! Ну-ка, Ксения, иди сюда! Ну-ка, говори! Вот ты что, лжёшь? Вы слышите, что творится? Откровение помыслов! Вы знаете, кому это было откровение помыслов? Это приходили только к духоносным старцам! Добровольно! Здесь требования! Ну-ка, давай сюда! Так, говорил вот о том-то? Ты на меня говорила вот то-то? Да, вы понимаете, какие вещи! Как извратить такое прекрасное делание монашеское, и не только монашеское, христианское, как торвение помыслов из добровольного стремления человека к очищению своей души превратить во что? В насилие нравственное! Изволь открыть мне свои помыслы! А вот ещё креста Евангелия! И она, бедная, дрожит, не знает, что делать! И соврать нельзя креста Евангелия! И сказать, что меня тогда возненавидит! Вы слышите, что это такое? Какое извращение духовной жизни! Я думаю, что, может, это... Надеюсь, что это не во всех, но, по крайней мере, в многих, я уже знаю, почему я говорю, идёт откровение помыслов! Будь кому же? Кому? Начальнику! Не старцу, а начальнику! Раньше почему открывали помыслы Сергий Преподобный? Так к нему все и пришли! А здесь игумень назначается, или игумень, сверху! Хотите вы, не хотите! Вот вам игумень! Она окончила... Имеет высшее образование! Вам что, это мало, да, что ли? Ну, я, конечно, может, немножко утрирую, но, действительно, опасность очень большая! Очень малое внимание уделяется чтению святоотеческой литературы. Вот вы сейчас хорошо сказали, видите, у вас читается Порфирий. Не надо почитать Отечественник, например, Игнатия Гринчанинова. Ну, какой угодно, хоть Отечественник, Кафонский, Патерик, там, другие... Сколько святоотеческих, замечательных наставлений есть! Мы уже читаем новых святых, слышите? В них есть что-то, что уже привлекает. Уже святые отцы бесспорные отходят в сторону. Мы их не отвергаем! Нет-нет, вы не беспокойтесь! Нет, они есть! Нет, но почитаем вот эти. Вот, поэтому нет в наше время что? Монастырей много, но монастырь при каком условии может быть возникнуть, конечно? В принципе, когда есть там руководитель. Есть понимающий, разумный, я говорю, духовный руководитель. Да, тогда можно монастырь. Если же нет этого руководителя, а монастырь организуется только по той причине, что здесь был монастырь, и вот теперь можно его воссоздать, построить все стены, храмы и кельи, да, только по этой причине, то есть очень большая опасность здесь превратить монастырь в хороший колхоз. Опасность, я говорю! Вот, поэтому в наше время очень много, конечно, опасностей, которые грозят монашеской жизни. Я уже говорил вам о мужских монастырях, переполненных женщинами, да, и о женских монастырях, где, видите, это откровение, это помыслов, где подменили послушание, это великое духовное делание, дисциплиной, и даже не видят различия, где не оставляется подчас сёстрам или братьям время для чтения святоотеческой литературы. Мы сейчас страшно заняты чем? Вот этими внешними заботами. Всё переполнено! Они не находят бедной времени себе! Отдохнуть даже некогда! Работа, работа, работа и работа! А обязательно даже быть время для чтения полезной литературы! Без этого назидания невозможно нам знать истинный путь христианской жизни! Как Исаак Сирин, как много говорит о необходимости чтения святых отцов, Павлович Анинов, как говорит, Господи, все святые отцы, говорят, без этого у нас же... Если нет вот прямых наставников, литература нам нужна, святые отцы нам нужны, вот они нам, хотя бы кто, и найти, конечно, человека, друга, друга, который бы мог ответить на вопросы.